Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.ua. Вот в такой вот симпатичной коробке поставляется смартфон Zoppo ZP920. Девайс имеет закругленные торцы, а металлические бачка радуют глаз стильной фаской. Задняя крышка немного выпуклая. Чем-то напоминает вздувшийся аккумулятор моей старенькой Nokia. Комплектуется смартфон с защитной пленкой на экран. Никому не нужны инструкции, кабелем USB, зарядным устройством и наушниками. Над экраном видим глазок камеры, разговорный динамик, татчики света и приближения. Световой индикатор отсутствует. Под экраном три кнопки, они имеют слабую красноватую подсветку. Посредине кружочек, а по бокам от нее маленькие точки. Действие у кнопок стандартное, меню домой-назад. На правом торце видим качели регулировки громкости. На левом кнопка блокировки. Снизу разговорный микрофон и разъем для подключения кабеля USB. Сверху вспомогательный микрофон и разъем для наушников. Задняя крышка имеет интересный рисунок, единственное что смущает ее глянцевость, достаточно скользкая поверхность. К такой нужно привыкнуть. В нижней части расположилась решетка динамика, выше названия фирмы. В самом верху глазок камеры и вспышка. Под крышкой аккумулятор емкостью 2300 мАч. Над ним два слота для сим-карты и один под карту памяти. Я с небольшой опаской отношусь к большим смартфонам с не очень емким аккумулятором. Но работа с аппаратом в течение дня негативных сюрпризов не принесла. Конечно в режиме игры заряд используется активно, а вот при стандартном использовании смартфон прожил с утра до позднего вечера. Морислава подтверждает и тест Antutu Battery. Результат не самый слабый. Экран Узопа ZP920 равен гляде 2 дюйма. Имеет разрешение 1080х1920. Выполнен по технологии OGS. Мультитач поддерживает 5 одновременных касаний. Сам экран яркий, имеет отличную цветопередачу и как любой IPS дисплей хорошие углы обзора. Смартфон оборудован технологией Miravision, что по заверению производителя позитивно сказывается на визуальной части производительности. Настройки звука пестрят выбором, но если по существу особой разницы при их активации я не заметил. Ну а сам звук очень громкий и объемный. Смартфон работает под управлением Android версии 4.4. Есть возможность обновить прошивку по воздуху. Одно из таких обновлений пришло во время обзора. Из интересностей функция SmartWake. В ее настройках можно включить возможность разблокировки смартфона двойным нажатием на экран или с помощью начертания определенной буквы, запуская при этом выбранное для этой буквы приложение. Также можно контролировать приложение на факты фоновой активности. Так для каждой программы есть перечень используемых ею функций, будь то отправка SMS или MMS или активность интернета. Некоторые из действий, например, снимок или перелистывание фотографий в галереи, можно совершать жестами. Камер в смартфоне две, 12-мегапиксельная, основная и фронтальная, широкоугольная, 8-мегапиксельная. Качество что снимков, так и видео очень понравилось. Фотографий поместится много, своей памяти в аппарате 16 гигабайт. Помимо блютуза и вайфая есть возможность передавать файлы между телефонами посредством технологии HotKnok. Что же мне делать? Передать мне масло! Смартфон работает на базе свежего 64-битного процессора от Mediatek MT6752. В нем 8 ядер по 1,7 кГц на каждом. При запуске тяжелых игр чувствуется небольшой нагрев, но в пределах допустимого. Притормаживания никаких нет, все-таки 2 гигабайта оперативной памяти. К минусу смартфона отнесу не такой емкий аккумулятор, который можно было бы поместить в корпус такого размера. Также не совсем понравилась глянцевая крышка. У меня аппарат пытался минимум 2 раза выскользнуть из рук, но зато она дико симпатичная. Кстати, существует две расцветки корпуса, белый и черный. Плюсом же является мощный процессор, интересный дизайн, а также четкое и громкое звучание. Стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и твиттер. Михаил Парадедов. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok